МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сто лет со дня рождения академика в Сарове открыли памятник Андрею Сахарову. Организации Дети войны 7 лет, чем запомнились эти годы для её участников. Новые вершины 4 медали привезли наши легкоатлеты с областных соревнований. Далее расскажем обо всём подробно. Борец за мир, создавший оружие массового поражения. 21 мая этого года в России отмечали столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физико-теоретика, академика Академии наук СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы. В честь этого события в Сарове открыли памятник великому учёному. Подробности далее. Андрей Дмитриевич Сахаров, столетие со дня рождения которого страна отмечает 21 мая, проработал в нашем городе в КБ-11 с 1950 по 1968 год. В этот период он провёл фундаментальные исследования в области физики высоких плотностей энергии, достиг больших успехов в оборонной тематике. При непосредственном участии учёного разработана первая советская водородная бомба, известная как Слойка Сахарова, и самая мощная термоядерная бомба Кузькина мать. Его достижения вспоминали на митинге в честь открытия в нашем городе памятника великому учёному. И вот это событие Сахаровская Слойка практически поставила точку в создании паритета, в создании оригинального национального оружия нашей страны. Но этим далеко не исчерпывается, а лишь начинается большой список тех дел, того вклада, который внёс Андрей Дмитриевич в первую очередь в обороноспособность Советского Союза нашей страны. За свои достижения Андрей Сахаров получил Сталинскую и Ленинскую премии, трижды звания Героя Социалистического Труда. С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, вынёс вклад в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трёх средах. Был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. За свою правозащитную деятельность Сахаров подвергался гонениям со стороны государства. Мы знаем, что в январе 1980-го года Верховный Совет лишил его всех государственных советских наград, Совет Министров снялся в него высокие звания лауреата Сталинской и Ленинской премии. Но на всех портретах госкорпорации, на всех наших символах Андрей Дмитриевич изображён с тремя золотыми звёздами. Для нас он был, есть и будет трижды герой нашей страны. С инициативой создания в нашем городе памятника академику Сахарова выступил Федеральный ядерный центр ВНЕФ. Предложение поддержали в Российской академии наук, госкорпорации «Русатом» и в муниципалитете. Из нескольких предложенных эскизов выбрали проект Бориса Сергеева. Почётному научному руководителю Руфяц ВНЕФа Радио Илькаеву довелось поработать с Андреем Дмитриевичем. И когда шла работа над проектом, Радио Иванович постоянно встречался со скульптором, обсуждал то, каким должен быть памятник. И в итоге мы видим монумент молодому Сахарову, который сделал огромный вклад в оборонную мощь страны, в воплощение научного подвига и творческого прорыва. Конечно, он против испытаний был многих лишних. Но я помню совершенно определённо, когда мы только-только после Ленинградского университета приехали работать в ВНЕФ, и был совет научно-технический. Я смотрю, это был за 61-й год. Андрей Дмитриевич и Яков Борис Зельдович очень сильно друг к другу трясут руки, рады до невозможности. Это им сообщили, что 57-мегатонная бомба отлично сработала. Торжества в честь юбилея Академика Сахарова проходят сегодня во многих городах страны. Эта дата – повод ещё раз вспомнить его наследие, поразмышлять над идеями Андрея Дмитриевича, чей гений мог предвидеть и прогнозировать грядущие события. В 1974 году он написал статью «Мир через полвека». И в этом самом мире мы и находимся сейчас. Читать её без недоумения, восхищения, удивления просто невозможно. То есть там есть интернет, там есть и мобильные телефоны. Да, собственно, всё, что мы сейчас видим вокруг себя, Сахаров уже тогда предвидел. Что это? Провидение, гениальность? Ну, безусловно, и то, и другое. Но это ещё просто фантастически, математически, как угодно, совершенно выстроенный мозг. На торжественный митинг пришли не только руководители города, представители ВНИФ и высокие гости. Почтить память учёного собрались ветераны ядерного центра. И те, кто сейчас работает с наследием Сахарова, укрепляя ядерный щит нашей страны. Ещё долго после открытия памятника не иссякал поток саровчан, желающих возложить красные гвоздики к монументу Андрею Дмитриевичу и отдать дань уважения великому учёному. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В этом году городская организация «Дети войны» отметила семилетие своего существования. Она объединяет тех, кто пережил голод и ужасы войны, но остался жив. За это время организация выпустила три литературных сборника. К публикации готовится четвёртый. А зимними-то вечерами овечью шорстку пряли мамы, Вязали девочки носки бойцам, чтоб не было тоски. На лавке все сидели тесно и задушевно пели песни. Когда началась война, Юлии Павловне Шалитовой было 10 лет. Наравне со взрослыми она работала в поле, шила бойцам кесеты. Один из них до сих пор хранится в её семье. Горожане знают Юлию Павловну как замечательного учителя и поэта. Она и другие дети войны постоянно встречаются с молодёжью и школьниками, рассказывают о пережитом. Судьбы каждого из них – история потерь, лишений и борьбы с трудностями. Современным детям важно знать и помнить подвиг людей того времени. Дети очень благодарные слушатели. Они очень хорошо воспринимают. Кажется, что их ничего не интересует просто так, когда с ними встречаешься. Внимательно слушают, задают много вопросов, плачут. Семь лет организация пытается добиться принятия закона об официальном признании статуса ребёнок войны, который даст возможность пожилым людям получать дополнительные льготы. В 50 регионах России такой закон уже действует. В своё время тогда не признали детей войны потерпевшими, как признают всех по уголовному кодексу потерпевшими от фашистской этой напасти. Если бы были признаны, то Германия платила бы репарации всем детям войны пожизненно. И не бедствовали бы так у нас дети войны. Историю Саровских детей войны скрупулёзно собирает председатель организации Надежда Викторовна Почтарюк. Под её редакторством уже вышло три книги воспоминаний. И к печати готовится четвёртая, посвящённая скорбной дате 80-летия с начала Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся живых свидетелей тех лет, поэтому так важно сохранить их рассказы для будущих поколений. 25 мая с 9 до 17 часов для технических работ будет разведён понтонный мост, информирует департамент городского хозяйства. В связи с этим саровчанам следует выбирать другие пути прохода. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородец собрал ролик из 17 860 фотографий города. Фотограф Андрей Ефимов на протяжении трёх лет снимал знаковые красочные места Нижнего Новгорода с помощью дронов. Никаких спецэффектов на видео нет. Например, чтобы добиться картинки перехода от одного времени года в другое, мужчина специально фотографировал одни и те же точки в разные месяцы. Весь ролик потребовал 130 взлётов, рассказывает Андрей Ефимов. Взлётами он называет аккумуляторы. Каждый из них способен поддерживать работу коптера на протяжении 20 минут. Со всеми неудачными кадрами съёмка заняла около 50 часов живого времени. Впрочем, обработка кадров и монтаж потребовали ещё больше работы. В среднем на один кадр из ролика уходило часа 2-3. В Казани прошёл 51 международный творческий фестиваль-конкурс «Сияние культуры» в рамках проекта «Салют талантов». Его участниками стали более 600 человек со всей России. Воспитанница Саровской детской школы искусств Дарья Лестратова выступила в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал» в старшей возрастной категории и завоевала звание лауреата первой степени. Педагог Дарья Анжелика Ермакова получила благодарственное письмо за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны. 29 мая стартует проект «Атомный воркаут», который организует некоммерческое партнёрство «Информационный альянс «Атомные города» при поддержке «Росатома» и Федерации воркаута России. В проекте будут участвовать «Заречный», «Глазов», «Саров», «Новоуральск» и «Зеленогорск». В каждом городе пройдут отборочные этапы победителей, которых пригласят в «Глазов» на финал 11 сентября. Принять участие в турнире может любой желающий старше 16 лет. Саровчане моложе 16-ти также допускаются к соревнованиям, но без возможности выхода в финал. В программе турнира силовые соревнования по воркауту, призовые конкурсы со зрителями, мастер-классы и шоу программы от Федерации воркаута России. Председатель правительства России Михаил Мишустин твердил правила кэшбэка на путевки в детские лагеря. Программа будет действовать с 25 мая по 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба Кабмина. По условиям программы возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, причем участвуют в этом и государственные, и частные лагеря. При этом они должны быть стационарными и с круглосуточным пребыванием детей во время смены. Палаточные лагеря и лагеря с дневным пребыванием в программу не входят. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будут автоматически начислять на карту МИР в течение пяти рабочих дней. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. На решение этой задачи выделено 5 миллиардов рублей. Список регионов участников программы определит рост туризм. Выступая на заседании правительства, премьер-министр также поручил учесть все замечания президента, в том числе о кэшбэке на уже приобретенные путевки для детей. Напомним, ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что особое внимание нужно уделить здоровью детей. Детский отдых нужно сделать максимально доступным, подчеркнул глава государства. Отклики Дня Победы. Воспитанницы медиаклуба в формате молодежного центра стали лауреатами первой степени во всероссийском творческом конкурсе «Я помню и я горжусь». Подробнее об успехах сыровчанок расскажем в следующем репортаже. За последний учебный год медиаклуб в формате .ру молодежного центра принял участие в различных конкурсах городского, областного и всероссийского уровня. Участники были удостоены большого количества грамот, дипломов и благодарственных писем. С 2020 года клуб стал партнером Лиги юных журналистов и Нижегородского объединения студий. То есть ребята создают телепрограмму, которую выпускают на местном телевидении канала ЧЕ в 8.30 по воскресеньям. В том числе и наши видеоролики тоже там иногда бывают. В студии ребята создают видеоролики различных форматов и жанров. К работе над ними учащийся и педагог подходит оригинально и творчески. Иногда мы просто обговариваем с ребятами, что кому хочется снять. Например, мы также пришли к идее по телефонной зависимости, когда вот ребята сами предложили, говорят, давайте вместе все снимем про телефонную зависимость, потому что это актуально. Две воспитанницы медиаклуба получили дипломы первой степени всероссийского творческого конкурса «Я помню, я горжусь», который был приурочен ко Дню Победы. Кристина Козютенко приняла участие, чтобы почтить память своих родственников. Я сама лично писала сценарий, снимала, редактировала, и моя учительница опубликовала этот ролик. Тысячу просмотров в интернете набрал ролик «Любовные послания». Его ребята сняли в стиле яролаж. Видео посвятили Дню всех влюбленных. Этот ролик мы делали достаточно долго. К нему очень усердно готовились. Делали сюжеты, долго реквизиты искали, очень снимали тщательно, раскадровка. Каждую неделю воспитанники клуба участвуют в мероприятиях. Впереди у них большие планы. За их активной работой можно следить в социальных сетях. Легкоатлеты спортивной школы «Икар» приняли участие в областных соревнованиях по легкой атлетике на призы мастера спорта международного класса Екатерины Кондратьевой. Серебряные медали завоевали Дмитрий Шишканов и Варвара Мироненко в беге на 400 метров. Павел Жарков в прыжках в длину. Мария Девяткина стала бронзовым призером соревнований в беге на 400 метров. Дмитрий Шишканов занимается легкой атлетикой с детства. За его плечами множество спортивных достижений. Молодой человек приехал в Саров из Мордовии. Здесь он продолжил бегать под руководством тренера Марины Мачкаевой. На областных соревнованиях в Павлове Дмитрий занял второе место. Во-первых, да, это первый старт. Первый старт он всегда тяжелый. Во-вторых, условия были, скажем так, нелетные для легкой атлетики. Сильный ветер. Все были в одинаковых условиях, поэтому у всех было время. Всем было тяжело бежать. Сразу после павловских соревнований Дмитрий отправился в Нижний Новгород, где бежал 400 метров вне зачета. Молодой человек установил личный рекорд – 50 секунд, 23 сотых. Рекорд на областных соревнованиях в Нижнем Новгороде установила и Дарья Пивкина. Девочка прыгала в длину и заняла второе место. Для Дарьи это первая серьезная награда. К ней она шла почти 7 лет. Я вообще думала, что даже в тройку не попаду. Но когда мне сказали, что заняла второе место, радовалась. Уж долго ждала этого. Тренер Марина Мачкаева уверена, что ребята показали отличные результаты, тем более после длительного перерыва. На соревнованиях были сильнейшие спортсмены области. И все они хотели попасть в сборную команды Нижегородской области. Так как пандемия только закончилась, в легкой атлетике разрешалось выступать детям, учащимся, те, которым уже за 18 лет. А все, которые до 18 лет, которые мы ездили сейчас на соревнования, они два года сидели без соревнований. И заниматься было, готовиться было очень тяжело, когда без соревнований. Ты ходишь, тренируешься, тренируешься впустую, никакой отдачи не было. Конечно, очень были рады всем своим местам. Сейчас юные спортсмены готовятся к очередным областным соревнованиям в Нижнем Новгороде, которые пройдут уже на следующей неделе. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, в Вейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова